всем привет вы на канале блат понтив это наша игрушечка про город полных полной мистики непонятных существ и куча кальмаров продолжать играть смотреть мы остановились на каком-то преступлении насколько я помню надо разгадать и что-то я тут такой подумал что преступлением ну если нам надо найти вора который у нас был прошу серия так понимаю нам надо уже совершенно не газетный журнал куда я пошел так я подумал что нам надо идти полицейский участок не журнал женам это если что-то там такое случилось или я туда шел не знаю может быть это еще не помню уже здорово здравствуйте офицер ну надо же кто наконец решил к нам зайти это чарльз рид гений раскрывший дело альберта трагморт далее капитан калип лайнс к вашим услугам что мы простые смертные можем сделать для вас эти стороны не мешаться больше чем я вам чем-то не угодил офицер нет что вы вы всего лишь выставили идиотами всех полицейских окман то скажу прямо вам здесь не рады один неверный шаг один косой взгляд и с вами будут обращаться так же как со всеми остальными преступниками ладно можно мне пока заглянуть в полицейский архив только потому что вам покровительствует мистер трагмортен но запомните вы ходите по тонкому льду я буду ждать когда он проломится очень приятно пообщаться но наручники он какие были раньше смотреть поближе жалко не могу а вот и наш архив принципе здесь вообще ничего нет кроме походу архива собственности преступление против собственности наверное я думаю субъекты подозреваемый свидетель жертвы подразумеваемые орудии про документ к искому меду орудие преступления район так куда продевался его мистер мы просим не вы сейчас нет а дальше письмо смерть коллекционера под смерть клика правил был хозяин дом ножом к особенно о том что это не первое его ограбление вот крови улики местопрождение оудгроб поиск косой имя филиппа коннелл кличка косой полумужской возраст 46 месяца с жительства неизвестно преступление неоднократно грабежи в оудгробе кража со взлом уклонения от уплаты налога возможные сообщники имя сидний стокс клички нет полумужской возраст 21 21 год место жительства акмонд штат массачусетс север salvation harbour западное пересечение мурланд роут и совершен роут преступление переход улице неположен месте тунеяд стук они нет участия в жюри присяжных вот кто убил давайте еще хочу посмотреть куда угров вставляем подозреваемый против личности нет ну а ну вот нам наверно не надо мы может и не найдем там второго то так и в итоге чё у нас есть новым к полицейское досье так местонахождение у него тут нет и есть место жительства так на карту на карту надо брать оставить метку север salvation harbour ищем salvation harbour северо-западное пресечением мурланд мурланд роут и совершена совершен рот так север мурланд роут совешен сорошему робот я вижу че за маги мурланд наверху же должно быть а мурланд роут все правильно как ничьи не перепутал так западное посещение мурланд западный посещение мурланд роут и словешен роут мурланд совершен мурланд здесь где-то получается все идем на телепорт погнали и идем туда у нас нет да там ничего такого нам сам идеальный на нас вот отсюда прям на лодку сесть и по пути сразу сразу на место но дача но дача гарпуна да мне дробовик дробовичок хочу дробовичок и идти по каким-нибудь таким за дополнительно сложным заданием дробовичок извините ребят там сундук так и ладно там надо все воплотать так я стал выросла чего-то это что за место такое отдельное задание какой-то дополнительный мы пойдем поедем дальше по заданию которого у нас уже есть в основном здесь тоже что ли еще у ребят он собственная передвижная кровали королевчиком отлично сначала надо на быстрое перемещение дайте такие чувства сектант ничего их никто не трогает ну вот тут обращает нормально нет шахтеры чертовы чужаки видит наш куда со знаешь куда стоянный идет дождь вообще или это ну конечно то нет уже пару дней там спал такому прибыли в принципе куда я думал по крайней мере я как обычно ошибаться что за знак такой так читаем еще раз лимон дальше на водке надо прокатиться то есть может я чё-то реально напутал очень напутал совершен рову сейчас посмотрим здесь ой он чё-то есть пойдем туда зайдем так дом синди стокса кто это кто нам нужен ему кто нам нужен идем смотрим обыскиваем письмо из морга мистер стокс стоимость отдельного захоронения вашей матери марта стокс составляет 30 патронов морг не может дать вам скидку захоронений так много что у нас не хватает средства и рабочих рук вы должны произвести оплату через две недели иначе нам придется похоронить вашу мать в общей могиле к счастью никогда не голодал настолько чтобы есть такое вот это вот кошка который с первой части было к счастью некоторые вот этот фикс короче внутри что-то к счастью сядь покойся с миром целиком и жить получи жить смысле я четче не должен выбрать до покойся с миром я не знал я дам ему если он придет я чего против что эти патроны он делать могу как них вообще хватит прыгать иначе с как на глаз не дофига вообще тут нет поздно плохо у меня прижали нарезка как он так демоны мне что-то кажется он особо-то и не придет сюда или ванну это он на не повезло к сому выжил после пулевого ранения на умер от ножа кто же это сделал напарничек его наконец я исправлю то что сотворил с тобой этот обезьяний сын фрэнсис обкаешь чё нажила надо вот этого нормально у меня все хватит тоже что-то есть мамочка я убил его что я наделал господи что я наделал другая еще что-то есть а мы смотрели уже а наконец я исправлю то что сотворил с тобой этот обезьяний сын фрэнсис понимает тоже видели уже еще не пропадает звуки потому что надо найти что то стену муж какую-нибудь слава богам я думал то опять монстры 7 стокс ты ведь сидни стокс да да это я мы знакомы нет я еще герберта главера думаю ты его знаешь или лучше сказать знал о кей неплохой трюк со стеной как ты это сделал это не я я таких фокусов не знаю это она поставила тут стенку ты сказал она поставила тут стенку кто она она нас наняла я даже имени и не знаю обещала хорошие деньги за простую работу а я дурак купился для чего она тебя наняла на словах все было просто пойти в дом коллекционера взять какое-то ценное зеркало и смыться и где сейчас то ценное зеркало она его забрала когда мы с филом принесли товар он с ней поцапался она его пырнула кей что мне теперь делать из нас двоих фил был смышленый а я я просто дубина опиши мне ее как выглядела эта женщина высокая и худющая прямо кожа до кости злобная как гримучая змея это все что я помню да я ее особо и не разглядывал а убить хозяина тебе тоже поручили или ты это сделал просто так ради смеха я кейм клянусь я не хотел это вышло случайно он начал нас стрелять и я перетрусил перетрусил отличное оправдание кейм не свидетель я не хотел никого убивать забирай все что у меня есть только отпусти ну и ночка у тебя выдалась кража со взломом воровство убийство боюсь мне придется тебя сдать нет умоляю меня посадят на электрический стул об этом нужно было думать до того как ты убил человека в чем дело так какая-то женщина завладела зеркалом которую воры которые вору украли из дома говера она убила фил оконова также известно под кличкой косой и сказал что исправить то что сотворил фрэнсис эта женщина стара настойкость ей не занимать ей она вполне способна на убийство показания сидни столкса какая то странная женщина поручила сидни столксу и филу косому окону украсть особое зеркало коллекционера герберта гловера во время ограбления столкс случайно убил герберта позже воры встретили заказчица в доме сидни где она убила филу забрала зеркало и заперла сидни сидни не смог описать ее подробно вспомнил только что она была старый худой вспыльчивый нужно вернуться к мистеру трагментную сообщить ему о том что я узнал окей а что геразума ничего да а чего у нас может науки какие-нибудь открыть не ничего не открылось идем дальше мы здесь узнали все что хотели хорошо что наши как-то вот вообще типоз так вот так вот так интересно так нам надо так этот выбираем и отправляемся к нашему или к этому чувачку тургу мартона и он прекрати подождите везде горилла и горилла и люди на колени на стане обезьяны так я закончу расследование я разобрался с вашим деликатным вопросом прекрасно расскажите все подрощение основное задание ему человек по имени дополнительно был его дом и убил хозяина он действовал не один у него был помощник по имени фил оконнелл который тоже плохо кончил все из-за какого-то зеркало дорог нигде сейчас это зеркало у таинственной женщины которая их наняла имя мне узнать не удалось но настроена она явно серьезно а ясно моя загадочная конкурентка наконец раскрыла свои карты говорите оба вора убиты сидни стоукса удалось уйти скорее всего он до сих пор отсиживается у себя дома дать вам адрес да пожалуйста я с удовольствием побеседуюсь с ним о моральных ценностях неужели так трудно было сразу сказать что вам нужно зеркало я ведь говорил что это вопрос деликатный я сомневался что вам можно доверять но вы развеяли мои сомнения я сделал то о чем вы просили как насчет компенсации конечно мистер и патрон ваша нога дробовик теперь вы все знаете возьмете за вторую часть этого задания дайте угадаю вы хотите чтобы я нашел зеркало да и женщину которая так грубо вырвала его из моих рук отказаться принять принять меня разберусь правда зацепка у меня только одна у нее был зуб на никого фрэнсиса вам знакомо это имя да конечно это мой отец фрэнсис трогмортон упокойка его душу и как он связан с этим делом я впервые узнал о зеркале из его записи именно поэтому она меня и заинтересовала ваш отец был известным человеком наверняка у него были враги никого не припоминаете нет они все умерли раньше него вы упомянули записи вашего отца не возражаете если я на них взгляну мне вовсе не хочется чтобы вы копались в отцовских вещах мистер рид а если это необходимо я согласен вот возьмите ключ трон 12 калибра а мне дробовик то за тут нет сегодня твоих уже патрон для дробовика дает оба дробовика нет хочу дробовик чё где какая то что хочет кабинет фрэнсиса похоже это была очень крупная экспедиция сын весь в отца 4 звучит любопытная работа наверное такие вещи стоят целое состояние эксклюзивное интервью экспедиция фрэнсиса трагмортона в африку оказалась одним из самых амбициозных хотя и недооцененных начинаний 1891 года из этой поездки он привез новорожденного сына окрещенного роберта также множество исторических артефактов бесценные антропологические исследования и удивительные культурные сведения сегодня вести акмонта публикуют эксклюзивное интервью в котором фрэнсис согласился поделиться с нами частью этих сведений похоже для фрэнсиса 1891 год выдался очень бурным 1191 год он приехал с ребенком да и тот розида похоже для фрэнсиса 1891 год выдался очень бурный понятно знакомый парнишка мне нет частная переписка 1894 год фрэнсис развод в наше время дело непростое по крайней мере мои юридические практики простым она никогда не был ты должен четко обозначить вину о которой будешь свидетельствовать в суде самые распространенные варианты жестокость прелюбодеяния и неизлечимая психологическая болезнь насколько я понимаю смерть вашего первенца которому было всего лишь 7 лет сильно подкосило здоровье бетани я искренне надеюсь на ее выздоровление но суд вряд ли разделит мои чувства я слышу что акмонская психиатрическая лечебница полониры спектабельные учреждения своя же не ничем нам надо короче псих больницу акмонскую учебницу и найти бетани так ладно впоследствии дальше сен пойдем дальше где у нас приманился больница святой марии учебница сан-стрит политический ну в общем вот сюда это вообще попробуем можем вот отсюда прям стартануть даже не перемещаясь не везде есть водки хочу дробовичок сколько можно у меня есть ногам я ночной хулиган вот это тут вот это и гадам полк отлетел нормально все вообще не станется в буёк на меня грамм по полу как-то как дела ребята нормально стоять там быстро перемещал потому что значит сюда ходить будем здесь значит так ничего продавцов нет не было нахлебал суши так на зиму ракашки бегают кошек секс сожрали кромсале и в них еще залезли еще жесть здесь вот так возьмут погладить и все а я может вообще здра сюда пришел желатому читаем нет здравствуй здравствуйте еще некую бета не трогу мартон у вас нет пациенток с таким именем здесь нет никого и семейства трог мартон но одна бета не у нас есть точнее была она пропала и не просто вышла на прогулку как обычно прогулка как обычно вы разрешаете пациентам выходить из здания оба это не была безобидной всегда возвращалась а в этот раз я никогда ее такой не видела то есть она сбежала до санитар без сознания ее и след простыл мы от нее такого не ожидали она ведь обычно безобидно люди ведь просто так находятся не пускать нет она в последнее время вела себя странно что-то бормотала нарисовала странный символ на стене своей комнаты любопытно можно мне взглянуть на эту комнату думаю вреда от этого не будет у нее была отдельная комната внизу вот ключ только не наступите на осколки стекла числа сплю так вниз да он будем наверх следите за карманами некоторые пациенты могут что-нибудь стащить а в любом хаосе сокрыт космос любом беспорядке тайны без тайный порядок моя голова голоса не забыл и что голос знакомый здорово как дела от чуть побледнел это вот тот чувак спирси слышишь кто-то поет чудесно чудесно просто чудесно слышишь прекрасная девочка конец близок все начнется заново то что внизу поднимется наверх семя посеяно давай поиграем давай давай поиграем хватит пялиться на мои листья лучше полей меня тебя все зависит от того как мы смотрим на ситуацию какую то что сначала не типа кушают потом с приглядываемся там нож с кровью у чувака на тарелке вообще кисть у всех на губах кровь течет и учет красного на контре какой-то я уже видал примерно такой че есть ческопить чешка 8 9 10 11 12 13 чем могу помочь и ничем по ходу пока что рано или поздно ты окажется там где должен быть и будешь делать то что должен делать я не то что со мной случилось я то чем сам решил стать вершины истины никогда не покоряют напрасно понял ты тоже это видишь и что у меня снова крышу вы видели зверя не особо такая-то находится в доход на состоянии а по такой дозой можно лошадь свалить кровь почти засохла га себе она тут обуяние по семь лет за каждое это очень длинная полоса неудач как хорошо что не я их разбила снимали под дулом пистолета что ли кто-то здорово тут порезвился записка бэтмен все это я делаю только ради своего дорогого хэммонда нельзя об этом забывать к своему стыду я надеюсь что у этого подлеца косого здравый смысл окажется сильнее жадности он раздобыл зеркало мне все равно как он сделал но когда я пришла за братьев он решил поднять цену более того ему хватило на гости мне угрожать вам сказал что найдет другого покупателя что сделано то сделано никто не имеет права вставать между матерью и ребенка рогмортон и в трауры юных хэммонд трагмортон старший сын фрэнсиса трагмортона объявлен мертвым маленький хэммонд серьезно пострадал в результате загадочного несчастного случая во время семейного праздника и врачи так не смогли вернуть его жизни похороны состоятся на этой неделе и не на них будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья в этот мрачный трагический час мы стараемся не забывать о тех кто остался с нами в том числе малышей роберт признается фрэнсис трагмортон он теперь мой единственный наследник я сделаю все чтобы его защитить я слышу звук так 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 я найду его малыш обещаю расскажи подробнее а а стоять а У вас больше нет надо мной власти. Я нашла своего Хэммонда, и он объяснил мне, что нужно делать. Стихлозавод Рэндалла в Салвейшн-Харбор невероятно. Разгадка была там с прошлого века. Расложить все части головоломки. Стоять! Об этом выкрала зеркало у Гловера, а потом сбежала из лечебницы. Похоже, она отправилась на стеклозавод Рэндалла. Каха тоже, вот фигася, сыщик, да? С каким-то паранормальными этими составляют, но тут всякие головоломки решают. Вообще. Блистанье прокат, локата на прокат. Все, нет, мы тут нашли. Нет, не все. Что-то осталось не разгаданно. Почти засохла. Кто-то здорово тут порезуился. Чего же что-то может быть? Опять какая-нибудь картина, блин, короче, в этом... Да... Кахи. 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 Нарвут кровь. Кахи. 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 Ты тоже это видишь? Вы видели зверя? Залез на тело. Сказал, что такое бывает. О, да, бедняжка. Она верила, что в ее зеркалах живет мальчик по имени Хэммонд. Каждый день с ним разговаривала. Ясно. Счастливо. Просто мастер, он быстро в этот раз всяких таких особых проблем. Так, мне надо, а тут что я не нашел. Опять что-то не нашел. Так, что, следующий цель бетнистика завод Рэндалла, Рэндалла. А где у нас находится стеклозавод? Да, вот. Бета не бежал из лечебницы. Похоже, он направляется на фабрику под названием стеклозавод Рэндалла в Салвейшн-Харбор. Она полагает, что разгадка была там с прошлого века. Записка Бета. Все это я делаю только ради своего дорогого Хэммда. Нельзя об этом забывать. Много следует, наверное, делать, что у этого пылица... Ага, ну это мы читали все. Так, это где-то... Нам надо где-то узнать об этом. Сейчас я не пристану. Тут хранишь в карточке и напоминают про девки старины Снейка. Черт, как же мне его не хватает. Я в любом прокачался, наверное, нужно. Опыт получили. Два раза больше предметов. Только не надо два раза больше. Мне вообще предметов надо больше таскать с собой. Так вот. Так, Салвейшн-Харбор. Это внизу, по-моему. Только завод... Нам надо где-то еще узнать об этом. Да, с 숙兵ом... Вот зон. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Давайте отправимся опять к Таргмонтону, узнать что там я не увидел. Накинулся на меня блин чуть не это не повалило американский футбол чем не нашли давай еще рассмотреть что тут у нас вот воду и острое ничего удивительного это ведь оружие я как ничего что еще то это вот это вот еще видели угорали уже на момент а звук то есть как бы идет лекция фигня здесь чуть-чуть может быть похоже это была очень крупная экспедиция сын весь в отца любопытная работа наверное такие вещи стоят целое состояние с виду острая ничего удивительного это ведь оружие похоже для фрэнсиса 1891 год выдался очень бурным здесь явно ничего нет только если трагморта на что-то спросить у меня есть несколько вопросов об это не как вы сказали кажется это имя мне незнакомо я узнал его в ходе расследования ваш отец развелся его бывшую жену звали бы это не довольно я был слишком мало ничего уже не помню а даже если бы помнил это личное дело отца в 1891 году ваш отец возглавлял экспедицию вам что-нибудь об этом известно вы обратились не к тому человеку я тогда был еще младенцем а отец так и не опубликовал результаты своих исследований и это огромная потеря его работа перевернула бы всю теорию эволюции да уж не сомневаюсь хорошего дня теперь все так но он нам не расскажет естественно ничего об этом значит нам по сути по сути по обычной сути надо отправиться библиотеку он сконусить это зачем библиотека для тех на не нужно нам нужно газета газета чего и там вести где мне нужно и сведения сведения о том то что нам нужно стекозавод рэндалл но где он может быть информация стекозавод пульси скучать вряд ли наверное зайдем в газету это как его даже был что он закрылся например там это стекозавод или еще чуть они ладно сейчас переместимся сюда и наверно этого не закачивать дальше потом узнаю в общем подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки спасибо за просмотр и до новых встреч